Текущая зима выдалась не слишком холодной, за исключением холодов, продержавшихся менее недели во второй декаде декабря, что в свою очередь послужило хорошей средой для зимовки и размножения мышевидных грызунов. Говоря о состоянии полей и о работе, проводимой в некоторых хозяйствах по борьбе с грызунами, руководитель Хасавюртовского отдела филиала Российской Ходсцентр по Республике Дагестан Гульбарьяч Чергесова отметила. Я хочу обращаться к нашим товаропроизводителям района, чтобы они смотрели за свои поля, потому что у нас еще с осени мышевидные грызуны были на подъеме. Они распространялись по многолетним травам, их было очень много. В отдельных хозяйствах мы, конечно, работали и получили эффект тоже. Мы за 2016 год обрабатывали 4000 гектаров. Из них 1800 гектаров мы работали химическим препаратом на изоцине. Потом 2200 гектаров мы работали биологическим препаратом бактериоденцита. Я хочу обращаться к товаропроизводителям нашего района, чтобы они больше работали биологическими препаратами, потому что там идет волна болезней. Я хочу сказать, что на сегодняшний день люди, которые раньше работали бактериоденцитом нескольких лет, у них в полях сейчас мыши нет. Вот они вывели. Это был по-тошчетовский. Когда другие люди не работали, он один работал, на сегодняшний день у него нет мышей. Он не работает ни химии, ни биологии. Если вы будете каждый год работать постепенно-постепенно биологическим препаратом, они у вас тоже с полей исчезнут. Я хочу, чтобы вы обратили на это очень большое внимание. Биологический препарат у нас готовится в Махачкеле. Он очень качественный. Есть люди, которые брали, сказали, пришли сюда, нам спасибо большое за то, что мы спасали их поля. Килограмм стоит этого препарата с доставкой 90 рублей. 90 рублей. 87 рублей для нашего района, потому что мы много берем, оставили. Руководство нашего центра пошли к нам навстречу. Цену оставили, как в прошлые годы тоже. Обращайтесь в наш центр, обращайтесь в управление сельского хозяйства. Мы сами приедем в поле, когда ставите, будем смотреть. На одну нору нужно ставить 1-3 грамма. На гектар уйдет 2-3 килограмма. Это будет зависеть от плотности мышей. Надо обработки начинать, когда мыши в гектаре 30, 40, 50, 100 штук. Уже обязательно надо провести обработку. Мы с осени уже работали. СПК Гранит у нас начал работать мышами. Мышами Дагагра работал. Самый большой осенью взял Дагагра. Он взял 625 килограммов. И это, наверное, хватит ему обработать всю свою площадь. Потом СПК Жданова взял, работал у нас с осени. Начал работать хорошо. Смотреть за свои поля. Так сами в поле заехать тоже еще невозможно. Сыро. Вот мы даже спрашивали эффект сейчас какой там, смотреть хотели. Просто сыро, невозможно заехать в поле. Вот минусовые температуры сейчас будут. Люди смогут смотреть и заказывать препарат. Гульбария Чергезова также отметила, что руководители хозяйств также могут привезти в лабораторию отдела Ростельхоцентра семена яровых культур для проверки их качества. Еще хочу сказать, что у нас здесь лаборатория, мы определяем пассивные качества семян тоже, чтобы уже можно приносить овощные культуры, например. Вот семена Кавказ уже принесли анализы овощных культур. У них всегда бывают проверенные семена, качественные семена, потому что они уже начали проверять свои пассивные качества. У кого есть остатки, можно принести сюда, проверить свои пассивные качества тоже. Яровых культур можно уже приносить, и мы работаем, мы бываем здесь каждый день. Прежде чем сеять, нужно проверить свои пассивные качества семян тоже. Почти все хозяйства, почти все хозяйства нашего района, руководители, они ни один не сеяли непроверенными семенами. Они к этому относятся очень хорошо. Все проверили, у всех есть документы, что они проверили. А зимы просто пассивные у нас в районе поздно, в отдельных участках сходов еще нет. Но они появятся, если семена качественные, они должны появиться уже поздно. На кущениях такого не будет, но все равно надеюсь, что зимы появятся сходы. Мыши за счет чего остаются в норах, если вот смены нет у нас? Они остаются за счет того, что молодняк погибает, новые отрожденные мыши, это маленькие, их родители. Это все погибло. А старые мыши, которые с хорошим жировым запасом, эти мыши остаются. И вот сейчас они уже опять начинают. Надо заражаться. Будем надеяться, что предупреждения руководителя отдела Россельхозцентра района не останутся без внимания.